Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о развитии русского искусства в XVIII веке. Вообще, признанным подъемом, золотым веком русского искусства считается XIX век. Но понятно, что такого всплеска в русской культуре не могло случиться, если бы XVIII, то есть предшествующий век, был бы каким-то, ну уж совсем никуда не годящимся. Вот давайте посмотрим, что же было в русской культуре в XVIII веке. Вообще XVIII век, конечно, это очень знаменательный период российской истории. Вы уже знаете о том, что в XVIII веке Россия, прямо скажем, в корне меняет свою социальную организацию, меняет бытовое устройство, меняется, разумеется, и культура России. Почему? Ну, потому что великий русский царь, а позднее император, первый император российского государства Петр I, ну, по сути, все перекраивает в этой стране на свой лад, по своему желанию. И главным вектором этого развития, то есть главным направлением, по которому Петр считает необходимо развиваться России, было западноевропейское. Поэтому русская культура XVIII века находилась под очень большим влиянием именно западноевропейской культуры. Петр был по-настоящему грандиозным царем-реформатором. Он подходит к вопросу реформирования государства, может быть, не системно, потому что у него не было какого-то конкретного, четко определенного плана действий. Но если он чувствовал, интуитивно чувствовал, что что-то нужно изменить вот в той или иной области, он обязательно это делал. Вот так произошло и с русской культурой. Ну, во-первых, главным направлением развития русской культуры все-таки была культура религиозного содержания. Иконопись, архитектурное строительство в основном было направлено, нацелено на создание каких-то шедевров, связанных опять-таки с русской православной церковью. Теперь же, в XVIII веке, под влиянием западноевропейской культуры, наше художественное творчество как бы обмерщается. То есть мы имеем дело уже с культурой, связанной не с религиозным содержанием, а с содержанием бытовым. Ну, это могут быть самые разные темы. Это и исторические сюжеты, это и сюжеты из жизни, это могут быть какие-то даже там патетические сюжеты, то есть связанные с выдуманными персонажами, мифами. А если мы с вами посмотрим на хотя бы там век назад, то мы увидим, что в России мифология, там, древнегреческая мифология была под строжайшим запретом. Почему? Да потому что мифы противоречили религиозному сознанию. Если мы говорим о мифологических персонажах, значит, мы, по сути, говорим о созданиях, которые так или иначе являются плодом творения дьявола, но никак не Господа. Многие русские будущие деятели культуры, такие как, допустим, художники, архитекторы, инженеры, писатели, поэты, вот многие люди получили образование на Западе. Иногда это было, между прочим, даже насильственным образом, потому что Петр насильно посылал дворянских детей на обучение в Западную Европу, в Англию, Францию, Германию, особенно Голландию очень много. В Италию ездили наши с вами соотечественники для того, чтобы получить такое высокое западноевропейское образование. Возвратившись назад, эти люди смогли привнести нечто свое, новое, потому что все-таки, даже получив образование на Западе, даже на вся европейское платье, одев парики, это были люди, по сути своей, русские, и поэтому постепенно в XVIII веке вырабатывается особый русский стиль в художественном творчестве. Ну, так или иначе, все-таки давайте немного более конкретно. Ведущими направлениями художественного творчества в XVIII веке были два стиля, ну, по сути, хотя, конечно, там спектр намного более широкий, но основных было два – это барокко и это классицизм. Безусловно, оба направления приходят к нам извне, то есть это было западноевропейское влияние, но так или иначе, как мы с вами сказали уже, русские деятели искусства, они принесли нечто свое, нечто самостийное, выработав этот особый русский стиль. Складываются основные жанры художественного творчества в России, выделяются основные направления развития, ну, в частности, это живопись, это литература, это архитектура, появляется русская национальная скульптура и даже русская музыка, хотя тогда все-таки все эти направления художественного творчества были, еще раз подчеркнем, под очень большим влиянием иностранным. И тем не менее, появляются уже первые громкие русские имена. Ну, например, отцом российской драматургии становится Сумароков. Его пьесы, между прочим, ставятся до сих пор, хотя, конечно, тут нужно делать скидку, это 18 век, язык еще несколько отличается от того языка, который мы с вами сейчас разговариваем, и даже дело не в жироганизмах, а именно в самой подаче, языковой подаче. Все-таки тот язык, которым общаемся мы с вами, это во многом язык Пушкина. А вот то, что было до него, да, это очень большое влияние еще старого типа общения еще, скажем так, до Петровской эпохи. Ну, даже вот можно по какой пример привести? Мы сейчас обычно с вами говорим лжедмитрий, лжедмитрий первый, лжедмитрий второй, там лжедмитрий третий и так далее. То есть это вот знаменитые события, связанные с смутным временем. А тогда говорили не лжедмитрий, а говорили Дмитрий самозванец. Тут, в общем, как бы небольшая разница, но вместе с тем способ подачи иной. И так, в общем-то, было абсолютно во всем. Ну, мы можем назвать с вами Фанвизина и знаменитые произведения «Недоросль», которое до сих пор изучается в нашей с вами школе, в курсе литературы. Ну, а если мы говорим о том, что в России начинает появляться уже подлинная публицистика даже такого патриотического или, скажем так, оппозиционного характера, то тут, безусловно, мы должны с вами вспомнить имя выдающегося русского борца за права, ну, тогда нельзя сказать права человека, но, скажем так, за право свободной мысли. И речь идет, конечно, о Радищеве. Его знаменитое путешествие из Петербурга в Москву настолько потрясло умы тогдашней верхушки правящей элиты, что посчитали этого человека просто опасным и сослали в Сибирь. То есть, за слова тогда человек мог не только поплатиться, допустим, своим благополучием, но, вообще говоря, мог поплатиться и собственной жизнью. В 18 веке появляется русский национальный театр. Хотя это не был еще государственный театр, как в Москве или Петербурге, позже появляется большой, малый драматический театр, Марьинка. В 18 веке это были еще театры при домах крупных вельмож, которые за свои собственные средства, по своей инициативе, ради прихоти устраивали домашние спектакли. Как правило, в них задействованы были их же крепостные крестьяне. Ну, безусловно, люди талантливые, которые могли освоить актерское мастерство. Но вот именно из этих домашних театров постепенно складывается русский национальный театр, который приходит на смену иностранным трупам, которые разъезжали по всей стране и давали представления. Так, например, домашний театр Шереметьево давал представление, в котором принимала участие выдающаяся русская актриса 18 века Прасковья Жемчугова. Это была крепостная крестьянка, но, видимо, необыкновенно талантливый человек, поскольку ее гению поклонялись представители всех сословий. Активно развивается русское художественное творчество в направлении живописи и скульптуры. Правда, опять-таки, подчеркнем, что все-таки иностранное влияние продолжало оставаться довольно значительным. И многие знаменитые произведения, которые мы сейчас считаем своим национальным достоянием, были созданы еще все-таки иностранцами. Правда, иностранцами, приехавшими в Россию, подолгу в России жившими. Можно сказать, что это люди, обрусевшие в чем-то, но все-таки это были иностранцы, и это были воспитанники именно западных школ. Мы можем в качестве примера с вами привести, например, скульптуру Фальконе. Речь идет о знаменитом медном всаднике, которому потом Александр Сергеевич посвятит свое бессмертное произведение. Эта скульптура была создана по заказу Екатерины Второй и посоветовала этого скульптора выдающийся французский философ, с которым Екатерина переписывалась, Дени Гидро. И, в общем-то, Россия, прямо скажем, не прогадала с выбором. Если же мы поговорим с вами об архитектуре, то, конечно, нужно вспоминать фамилии Растрелли, Баженова. Эти архитекторы внесли огромный вклад в развитие Санкт-Петербурга, новой российской столицы. Но, в том числе, и в градостроительстве московском, принесли свое слово, Москва стала меняться из патриархального города. Она стала постепенно превращаться в такой европеизированный, хотя, вместе с тем, с сохранением вот этой русской специфики. Другими словами, развитие русской культуры в 18 веке во многом подготовило всплеск потрясающей русской культуры 19 века по праву называющегося золотым веком русской культуры.